привет друзья и это у нас третье видео об изготовлении кораблика для рыбалки завоза прикормки и так я хочу коротко рассказать о радиоаппаратуре которая ко мне пришла из китая не знаю правильно скажу ли нет называется нагул rc брал я ее за 22 доллара старался найти такую аппаратуру чтобы она меня устроила и по цене и по качеству значит давайте немножко коротко вот такой вот радиопульт на 2 и 4 герца аппаратура сама трехканальная ну не в принципе хватит это у нас будет поворот влево вправо газ вперед назад и кнопка будет выгрузки вот у нас одна значит у нас есть три регулятора настройки руля настройка газа у нас получается есть три режима здесь режим эконом режим средний и максимальный режим работы двигателя то на котором двигатель будет вращаться нам пост на максимальных оборотах реверс руля и реверс газа кнопка bing это для того чтобы если вы будете допустим радиоприемник от другого какого пульта чтобы их законнектить тогда вам понадобится кнопочка bing но это если будет интересно могу рассказать как это будет подключить ну хотя роликов хватает в интернете у нас значит здесь устанавливается четыре батарейки типа 2а можете поставить аккумуляторы ну и напомню у нас он трехканальный это у нас поворот руля газ вперед-назад и вы для выгрузки ну и по цене по крайней мере я дешевле не нашел чтобы мне устроил именно по дальности дальность у него до 300 метров но это мы будем проверять не хотя бы и 100 это тоже было бы неплохо но это мы все проверим нож по радио пульту конечно мне уже на рай все что него тут мы даже вот видно на коробке написано что ты канала так что у нас тут четыре батарейки полтора вольта и 280 грамм его вес но так больше по радиоаппаратуре сказать ничего мы будем теперь сейчас собирать все вот такой вот без коллекторный мотор 24 35 4 полюсные 4 800 такую вот и рамку я к нему приделал покупал его вместе с регулятором напряжения за 20 долларов но сейчас регулятор напряжения вот такой вот 25 амперный ну так относительно нормальный для первых для испытания пойдет два таких вот сервопривода вот они там идут разные там в комплектации вот инструкция к регулятору оборотов вот можно применять к нему программатор вот видим он у нас 20 пиамперный конечно слабого батарею собрал из 8 аккумуляторов 18 650 со старых батарей ноутбука общей сложностью получилось 8000 миллиампер и напряжение 74 вольта вот так я все собрал кучку вот ну не знаю правда насколько тут реально будет емкость ничего пока проверить но на первое время пойдет потом что-то закажем дальше ну сейчас подключим это все ну и предварительно проверим но я конечно же проверял просто покажу на камеру что мы все работает сложности в подключении нет никакой регулятор напряжения регулятор оборотов двери можно подключить как угодно просто будет вращение то ли в одну или другую сторону так значит подключаем ко второму в каналу приемника сам регулятор оборотов вот темный у нас минус красный плюс белый у нас импульсный сигналы так подключаем питание тоже не штекером пока нету вот так пока проверить пойдет а потом дальше будем уже заказывать в китае и уже улучшать его на первое время пойдет и двигатель конечно будет думаю заказать помощнее и сам регулятор так дальше вот мы включаем подали питание идет поиск сети вот мигает лампочка сейчас включим сам пульт и вот пульт включили все видим он законектился моментально но и многие показывали именно этот пульт что идет сброс когда резко нажимаешь на газ идет потеря сигнала ни разу такого не проходило что только не делал как только не пытался чтобы сигнал сбросился даже уходил на расстояние ну метров 30-40 вот ну потери связи не замечал вот так вот ведь превращается при потери сигнала если пульт отключить ветер уходит в защиту будет вращаться на задней скорости и срабатывать серво руля ну и так сверлим корпус кораблика немножко правда тут краску повредили но ничего потом закрасим я свернул длил циролом на 10 может чуть чуть больше там один 10 с половинкой немножко расселил так чтобы пайпас вставился туда плотненько вот эта трубочка вот подгоняем теперь она у нас плотно туда вставляется вставляем ее туда вот но и оставлял сантиметра два не знаю может быть надо меньше полтора два сантиметра может надо было и выносить винт ближе ну если не так делал что-то напишите в комментариях буду хоть и сам знать и вот берем теперь руль наш который тоже заказал дел не заморачивался делать его самому проще его купить он копейки стоит вот просто два отверстия три отверстия 2 для шурупов который будет выдержать и один для привода вот так вот его закручиваем вот так вот оно получилось в одну сторону он сильнее будет в одну сторону меньше не знаю для чего это так сделано берем термоклей вот эту часть мы проклеиваем кстати термоклеем лучше брать чем на эпоксидку то что термоклей имеет свойство смягчать вибрации мы тут проклеиваем надеюсь должно все хорошо держать и сейчас перевернем кораблик и оклеим так же само с другой стороны вот она у меня так вот с другой стороны заливаю полностью клеем клей не жалел вот так вот она мне высохла так теперь заправляем вал я заправлял литолом его не знаю может тоже неправильно напишите в комментариях кто знает но заправлял литолом воду как бы не пропускает тоже опять же не знаю нужно его полным заправлять скорее всего на полный вот теперь вставляем сам вал с винтом ну и так вот смотрите видите шоком этом сантиметра полтора получился от корпуса и сам вид на не знаю может быть и мало так соединяем теперь карданный вал вот так вот оно должно на все получится единственный минус 2 у нас идет на 4 миллиметра кардан тоже на 4 миллиметра с обеих сторон а на двигателе у нас 2 2 и 3 миллиметра вот где-то так вроде бы пришлось через патрончик переходник делать но опять же это я потом исправлю закажу карданчик на или кардан или двигатель потом закажем помощнее кстати на холостой двигатель работает очень мощно в воде мы посмотрим как он будет тянуть надо будет каждый придумать какой-то еще радиатор 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 я не брал на охлаждение не на двигатель не на регулятор оборотов так вот так мы его тоже на термоклей приклеим так теперь делаем привод и руля который тоже то проволочка сама шла в наборчике хотя ее можно и самому счета сделать вот так получилось попробуем сюда вставить это тяга от сервопривода пластиковая конечно нет думаю хватит вполне ну хотя если кому хочется делать что-то очень мощная красивая там китай еще очень всяких запчасти но не очень дорого можно взять серу мощную там есть и 20 килограммовый но я думаю у нас не такой мощный корабль ну конечно кто может будет строить два в три раза может больше не знаю ну посмотрим как она нам покажет со временем тоже его приклею тут приклеиваю на термоклей ну так еще раз выравниваем наш двигатель проверяем перед тем как его приклеить так наносим термоклей тоже не жалею на всю длину крепление двигателя пока горячий мы сейчас его еще раз а тут проклеим вот вращаем вал подравниваем его как-то так получилось немножко есть вибрация того что разные то диаметры у нас не было соединением поэтому так теперь так же самое приклеим серу вот еще раз проверяем наносим клей приклеим чем хорошо на супер клей можно потом феном будет разогреть и и так же самое отличие можно было сделать и крепление какое-то я думаю пока для первого раза первый кораблик пойдет так так ну все электронику сейчас мы подсоединю прикреплю ее тоже на термоклей и прикреплю ее на верхний борт чтобы если даже в случае того что если вода попадет в корпус до нее вода не достанет в турнею примерно здесь прилеплю или приклею пока может временно может где-то потом я перенесу в другое место потом когда уже буду провода улаживать не знаю может какие-то навесики для проводов делать шпанов по кругу все шло меняем к радиоаппаратуре второй канал регулятор оборота второй канал так закрепили подсоединили подсоединяем серу пока конечно выгружку я еще пока не делаю я думаю так видео очень длинная получается четвертое видео сделаем именно уже выгружку и опробование кораблика на воде вот так вот садим на термоклей вот все радиоаппаратуру двигатель регулятор сервы я выложу под видео кому интересно заходите смотрите заинтересует может конечно купить это у себя тихо 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 нашей стране больше или не нашлось ушло все в китае покупать и кстати сейчас ставка почему-то в китайского очень даже быстро на данный 2 3 недель максимум так получается так отсоединяем наш аккумулятор самодельный 7 4 вольт это получается как 2с не знаю правда емкости уже в нем не очень много немножко крутил мотор испытывал минут 20 немножко подсел то что обороты двигательно все не развивал ну конечно 50 тысяч оборотов может это не надо будет ну посмотрим насколько нам хватит ну минут на 15 думаю проводи покататься должно хватит но на будущее конечно набрать аккумулятор хороший так вот так вот у нас получается сейчас мы это все проверим как у нас на а до 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 ну как бы на этом видео заканчиваю спасибо всем за просмотр ждите следующего видео будет интересней всем спасибо пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии